Ну что, всем привет! Я начинаю снимать новый блог вот в такой вот красоте, и у нас сегодня корпоратив! Наконец-то! Мы, блогеры, тоже отмечаем корпоратив. Это так круто! Собрали все девчонки, все такие красотки. Самая красивая подружка! Посмотрите, как она блистает! Просто сказочная девушка! Ты всегда красивая! Натали, тебе так красиво в этом платье! А это, я сказала, Анечка! Просто, я говорю, Джессика Рэббит! Илоночка! Звезда наша! Чем все наши девчонки из Туниса здесь! Мы решили создать такой праздник для нас, на самом деле, который еще никто не создал. Не просто мероприятие, а это блогерский корпоратив, корпоратив фэнс-маркетинга, я не знаю, как это назвать, нашей профессии. Мы сейчас начинаем с такой яркой ноты. Хотим, чтобы каждая из вас прочувствовала такую нотку эстетики, вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю блогерству за то, что познакомила нас, потому что именно в поездке в Тунисе, в блогерском таком, неожиданно, случайно попала. С нами попала Илона, которая должна была с нами каждый день заниматься танцами. Сегодня на нашем блогерском корпоративе Илона проведет мастер-класс, назову даже конкурс-конкурс, где будут участвовать другие люди, вы. Поэтому готовьтесь. И хорошо. Ручки могут работать так, как нам нравится. Глаза. Так спокойно не выходим еще из себя. Еще киндия-медра. А вот они. А вот они. Вот тут правильный маку. Не надо улыбаться. Вперед, вперед. Под грустный м diskut я напускаю наш любовь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У него вот такой вот интересный красивый верх И вообще, кстати, девчонки Я еще хотела показать вам нашу елочку Просто не могу на нее налюбоваться Она уже где-то неделю стоит И она меня очень вдохновляет, радует Я ее постоянно разглядываю Мне кажется, она получилась просто шикарная В конце прошлого новогоднего сезона я решила, что я хочу, чтобы в этом году у нас елочка была украшена белыми, золотистыми и серебристыми новогодними игрушками Поэтому я подождала, когда начнутся скидки И накупила все, что я хотела Это обошлось мне гораздо дешевле, чем покупать, конечно же, новогодние игрушки в начале сезона И она получилась просто роскошная Я говорю, я теперь могу быть декоратором новогодних елок Сейчас я вам покажу каждую игрушечку поподробнее Но вообще, классный лайфхак Берите на вооружение Мне очень захотелось, чтобы на елочке были вот такие вот фигурки Поэтому я заказала наборчик таких вот деток Видите, это мальчик со звоночком, с подарками Потом здесь у меня есть девочка с корзинками, с яблочками Потом где-то вот тут еще Вот ты, красавица Девочка с куколкой и со свечечкой Еще я заказывала феечек Вот, смотрите, какая красотка У нее в руках такое сердечко Вот, и с этой стороны елочки есть еще одна феечка Она вот просто в короне летит Мне еще очень нравится вот такой вот лебедь Как будто бы хрустальный Это пластик, но смотрится он очень роскошно Где-то здесь у нас олень Вот ты где Тоже блестящий, красивый Конечно же, я заказала пуансетти Серебряные Золотые Еще мне понравились очень вот такие вот коробочки с подарками Они есть у нас беленькие И тоже золотистые с серебром Плюс вот такие снежинки Белые с блеском Они есть большие И также я заказала еще вот такие золотые снежинки Поменьше Давидский на художество На стене Вот такие вот перышки Вот этот шар, кстати, с нами уже очень давно И он мне очень нравится Вот этот шар от Герлен Когда-то нам его дарили на презентации Он, кстати, раскрывается И я Жене говорю, зайка, ты можешь его раскрывать И каждый день класть мне туда какой-то маленький подарочек Как вы думаете, сколько там подарочков побывало? Он говорит, ложе твой подарочек, это я Ну и он прав, конечно Но было бы приятно что-то там такое увидеть Потом заказывала вот такие вот шары Они очень воздушные Видите, сверху как будто бы такая состаренная бронза А книзу они становятся прозрачные Вот этот шар мы покупали на фабрике елочных игрушек Лет 10 назад И еще мне нравятся вот всякие такие деревянные игрушки Тоже у нас их много Всякие ангелочки В общем, елочка просто меня никак не нарадует Такая она красивая Такая она шикарная Ну и под елочкой оформила такую маленькую экспозицию Как будто бы заснеженная деревня И здесь у нас, конечно же, стоит гномик из Юска Я уже шутила в своем инстаграм Выкладывала фотки этого гнома И писала, скоро, скоро Во всех домах страны Мне кажется, его вообще все купили Девчонки смеялись и писали Да-да, у нас тоже есть этот гном У него, кстати, вытягиваются ноги Сейчас Вот Вот И он становится такой длинно ноги А можно его сложить Бери Евгеньевна, вам нравится? Лохматянча Вам нравится гном? Ей, кстати, нравится сидеть там под елочкой Лежать Лежать и не жужжать Да? Ой, здесь чуть-чуть Чуть-чуть ундрочка Сережки, смотрите, какие у нее Это наклеечки, конечно А то многие думают Вы что, пробили ей уши? Нет, конечно, мы не станем так издеваться над животным Красотка наша Вот такая вот елочка Мне, кстати, еще очень нравится Вот она сама по себе По модели Потому что вот эти вот лампочки Они идут в нее встроенные И мне нравится, что она не широкая Она буквально, наверное, метр в диаметре Она узкая и высокая За счет этого она не занимает слишком много места И даже в нашей комнате, где куча всего понаставлено Она помещается Вот Девочки, хотела еще отдельно с вами поболтать Про нашу грандиозную новость Во-первых, хочу вам сказать просто огромнейшее спасибо За все ваши поздравления За ваше добро За ваш позитив За все ваши пожелания Я, к сожалению, не смогла всем физически ответить Потому что я сразу же запостила эту новость И на ютубе, и в инстаграме И я за день получила, наверное, тысячу сообщений И там, и там И физически отвечать всем было очень-очень сложно Поэтому решила записать в следующем влоге Вам слова благодарности Правда, мне очень-очень приятно Я прочитала абсолютно каждый комментарий И вы у меня просто замечательные Мы очень долго к этому шли Если вам интересно, кстати, напишите мне в комментариях Расскажу, как сложно мы покупали этот дом И что этому всему предшествовало Но процесс действительно затянулся И мы как бы не хотели никаких кредитов Никаких ипотек, кстати Вы знаете, многие девчонки, кто смотрят блогеров из Украины Но сами проживают в других странах Искренне не понимают Почему блогер, допустим, живет на съемной квартире Почему он не может взять ипотеку Да просто потому что в Украине условия ипотеки какие-то сумасшедшие Вы за год ипотеки должны выплатить процентов Еще четверть стоимости жилья Вы вообще представляете эти цены? Их почек не хватит Поэтому у нас, конечно, жилье в ипотеку Это очень сложная история И мы никаких кредитов, никаких ипотек не хотели Мы много работали Мы откладывали для того, чтобы сразу же купить жилье своей мечты Купили дом на правом берегу в Киеве И очень-очень этому рады Он небольшой Он 130 квадратов плюс веранда Я потом обязательно поеду вам все покажу Планировку, в общем, как там, что находится И совсем скоро нас ждет ремонт Хочу вам сказать еще раз спасибо за все ваши комментарии За все ваши поздравления Я правда очень-очень тронута Мне очень-очень приятно И все, я буду, наверное, на этом заканчивать свой влог Спасибо огромное за то, что вы его посмотрели За то, что вы вообще меня смотрите, комментируете Сейчас просмотры подросли И мне это невероятно приятно Не забывайте, что ваша активность, она делает свое дело Если вы не забываете ставить лайки Если вы пишете комментарии То видео сразу поднимается в рейтинге А еще, если вы нажмете кнопочку поделиться Не обязательно им делиться Вот просто нажать кнопочку И также для Ютуба очень важно Чтобы мои подписчики, мои постоянные зрители Включали видео и смотрели его от начала и до конца И раз просмотры растут То значит вы так и делаете И это мне очень-очень приятно Правда, спасибо-спасибо Все, я вас люблю До скорых встреч в новых видео Пока